Баян, сегодня я хочу познакомить тебя с одним очень интересным человеком. Он не медийный, но он успешный ресторатор. Ну, мне это очень интересно. Почему? Ну, потому что с недавних пор я тоже в каком-то роде его коллега. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio. С вами вновь Баяна Исентаева. Динара Саджан. И наш сегодняшний гость, известный ресторатор Астаны, Гурген Басинцян. Стильный. Добрый вечер, Гурген. Здравствуйте, Дама. Да, привет. Не, ну мы с тобой можем... Да, целоваться. Целоваться, да. Гурген Басинцян. Добрый вечер, Гурген Басинцян. Добрый вечер, Гурген Басинцян. Добрый вечер, Гурген Басинцян. Очень приятно. Присаживайтесь. Гурген, когда ты 10 лет назад открывал ночной клуб, первый ресторан, да, в Астане не было конкуренции. Практически не было хороших ресторанов, да. Особенно алматинцы приезжали, говорили, здесь негде покушать, здесь некуда сходить, негде вечер провести. Сейчас ситуация другая. Но, тем не менее, ты продолжаешь открывать новые рестораны. То есть, неужели до сих пор эта ниша свободна? Ну, алматинцы вообще всегда всем недовольны, если бы им говорить так. Так, это, кстати, один из моментов, который я понял для себя, когда приехал в Астану. Очень сильная была разница между алматинцами и астанчанами. И они это очень сильно прям как-то непонятно представляли. Алматинцы обзывали астанчан астанчанами, астанчане называли алматинцами. Я этого не мог для себя понять, потому что для меня, ну, как-то это одно тоже. Казахстанцы и казахстанцы. Да, это казахстанцы и как-то немножко... То есть, в Армении такого нет? Я там никогда не был, если честно. Да, я родился в Грузии, жил в России, живу уже в Казахстане, считаю себя казахстанцем. Но при этом паспорт не поменял еще? Паспорт пока не поменял, но я думаю, что все впереди, учитывая, что у нас сейчас такие прекрасные отношения с Россией. Я думаю, что это не такая проблема, чтобы менять бумажку. Главное, наверное, что сидит у тебя внутри и в голове, а не та бумажка, которая у тебя будет. Можно поменять паспорт, но все равно в голове оставаться россиянин. Это неправильно. Я в голове уже казахстанец, поэтому... Останчанец? Нет, я все-таки казахстанец. Я не могу сказать, что я останчанин. Я люблю Казахстан не только за его, за Астану. Я люблю Казахстан в общем, за ту культуру, которая тут есть. Расскажи про рестораны. То есть, есть? Если говорить про рестораны, да. Когда приехали, конечно, конкуренции... Можно сказать, что ее не было такой большой, потому что конкуренция есть всегда. Были и клубы ночные, были и другие заведения, и рестораны. При открытии любого заведения, в любом случае, та публика, которая есть в городе, ее, к сожалению, очень мало, что в 2004 году, что в 2015 году, она однозначно идет на разведку, посмотреть на место. Оно всегда новое, новое всегда это хорошо. И мы прикладываем, конечно, большие усилия, чтобы потом этот народ как-то назад вернуть, чтобы он у нас был, так как новых мы не можем, к сожалению, найти. Если говорить по рынку конкуренции, на сегодняшний день в Астане присутствует порядка, не будем сильно голословными, порядка 50 точек общественного питания, которые, на самом деле, могут считаться качественными, это от 4 до 5 баллов. Они разноформатные, но они есть, они все хорошие. В каких-то, может быть, хромает сервис лучше кухня, в каких-то лучше кухня, вернее, хуже кухня немножечко, но лучше сервис. Оно компенсирует одно другое. Поэтому... Вот по твоим данным, во все рестораны ходит народ? Ходит во все, но не в таких количествах, которых бы хотелось. А если говорить о сегодняшней ситуации на рынке, то в преддверии экспо, наверное, которое у нас планируется, почему-то у всех какой-то ажиотаж того, что вот будет экспо, и нужно строить, если говорить о нашем секторе бизнеса, нужно строить много ресторанов. Мы не говорим, что завтра у нас после экспо не будет каких-то больших событий в стране или в столице, которые будут привлекать людей. Но то количество посадочных мест, которые сейчас строятся в Астане, оно просто опережает то время даже до самого экспо. По моим данным, которые мы делаем анализ рынка всегда, потому что это важно, до конца августа открывается порядка двух-двух с половиной тысяч посадочных мест новых. И это все рестораны класса В плюс А, если говорить. То есть твои конкуренты потенциальные? Открываются сильные конкуренты. Конкуренты есть, они и слабые, и сильные. Это одни, да, можем говорить, что это конкуренты. Аудитория растет, которая ходит по ресторанам? У нас, если сравнивать с Алматой, кстати, в будни народу все равно побольше в ресторанах, чем в Алмате, насколько по моей информации. Если говорить об Астане, ну, конечно, да, это административная столица, и мы понимаем, что если сравнивать с Алматой, с культурной, да, по-моему, столица называется, да, там поживее, повеселее, и там присутствует и фэшн, и глянец, и, я не знаю, там, и автопром, и все. То есть там все-таки немножко другое. Астана, она в любом случае специфическая. Если даже сравнивать алматинские рестораны, которые многие пытались выйти на астанинский рынок, они, можно сказать, что процентов 70 терпели, как бы такой крах, они закрывались, не поняв рынка Астаны, потому что Астана очень специфический рынок, его нужно понимать, и нужно очень аккуратно вкладывать деньги, тем более в дорогие проекты. А ваши рестораны, это класса B+, вы сказали, и А, да? Ну, если да, так. Ну, то есть вы рассчитываете на какого потребителя, да? Кто к вам приходит? Мы рассчитывали... Я просто, когда обедаю в Астане или ужинаю, я понимаю, что здесь цены на порядок выше. От обедов, допустим, кофе, салат и что-то второе, я оставляю не менее 15 тысяч тенге. Я считаю, что это очень дорого. Это очень. В МАТе я оставляю ровно в два раза меньше за то же качество. Откуда такие рождаются, откуда такая ценовая политика? Смотрите, здесь вот эта вся история, она вылазит... Вот эта цена, она формируется с некоторых, с определенных вещей. То есть это вложение в заведение, это заработный фонд, это, наверное, калькуляционные все вот эти карты с точки зрения продуктов и себестоимости блюд. Нет, ну а что, в Астане выше зарплаты или дороже продукты? Вот я вот сейчас приведу к тому, что, если говорить прямо в открытую, тут отвечать на ваш вопрос, здесь дороже продукты, чем в Алматы. Почему? Потому что мы их везем из Алматы сюда. Очень мало в Астане продуктов, которые прилетают в Астану напрямую из России, Азии, Америки, Европы. То есть вы как ресторатор везете продукты из Алматы? Да. У нас компании, которые везут нам продукты из Алматы. То есть мы в Астану все просто через Алмату. Сначала приходят в Алмату. Но уже плюс транспортировка пошла. Конечно, это как минимум. Дальше. Колоссальнейшая нехватка кадров привела к тому, что у нас, к сожалению, большие зарплаты. Мы, если в Алмате еще можно найти квалифицированный персонал, который готов работать, и если, допустим, он тебя не устраивает или начинает диктовать свое зло, и ты его можешь уволить и взять другого, то в Астане нам приходится довольствоваться тем, что есть. За счет этого есть высокие зарплаты, которые тоже кладутся сверху на маржу. То есть официант, который работает в Алмате, сколько получает? Ну, я не могу такую информацию раскрывать. Ну, почему? Ты же обещал. У нас, если говорить про официантов, то в нашей сетке ресторанов мы не платим зарплату официантам вообще. Они работают на процентах и на том чае, который оставляет им гость. То есть, соответственно, у них есть какой-то стимул хорошо обслужить. Если говорить о техперсонале, о поварах... Ну, у нас нет культуры оставлять чай. Если говорить о техперсонале... Потому что вы в каждом ресторане говорите о том, что за обслуживание вы берете 10% от чека, правильно? И мы смотрим на этот чек и думаем, что вот эти 10% как раз идут и этому официанту, да? То скажи мне, у нас в основе щедрый народ? В большинстве своем да. 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 У нас щедрый народ. В большинстве. Но не без жадных, можно так сказать. На самом деле, у нас нет института по подготовке кадров, да? У нас нет института как, где, как научить, обслуживать. Это самая большая проблема. Во-первых, начнем с того, что у нас в крови этого нет. Это очень тяжело работать в сфере обслуживания. Где научить официанта правильно обслужить клиента? Проблема даже не в этом. Работа официанта – это профессия. И эта профессия, она может быть от начала до конца твоей как бы вообще жизненного пути, как человек, который работает. У нас это воспринимают как временное какое-то прибежище, чтобы заработать денег и потом куда-то уйти. Это самая большая проблема. Теперь, если говорить, вот вы сказали о том, что в крови у казахстанцев, то есть вообще нет такого, чтобы обслуживать. Тут тоже такой нюанс. Хороший официант, которого мы берем на работу, который на самом деле что-то может и к чему-то научился, он обязательно начинает проситься куда-то выше. То есть тех, которые хотят остаться в официантах, их намного меньше, чем те, которые хотят вырасти выше. И из-за этой проблемы мы тоже теряем кадры. То есть мы их отучили, научили в работе. Все идеально, все хорошо. Нам эти официанты нужны очень, потому что мы уверены, что они обслуживают хорошо определенный народ. И мы их просто теряем, потому что они уходят администраторами. Скажи, а как в Европе стимулируют? Вот во Франции идешь в ресторан, и тебя обслуживают буквально пенсионеры, старики. Это культура, это вот то, о чем мы говорили, это культура. Но в Европе есть, тут еще такой момент. Может быть, они просто больше зарабатывают? Зарабатывают они 100%, больше, потому что там большое... Если говорить о Европе, это туризм. Мужчина идет, и ты просто переживаешь, дойдет ли он до тебя с подносом. Во-первых, в Европе самый уважаемый человек в ресторане – это шеф-повар. Да. Это не менеджер, это не директор этого ресторана. Никто не знает, кто это, никто владелец, а кто шеф-повар. Потому что вы приходите кушать. Да. Именно так. У нас немножко по-другому. У нас приходят не всегда покушать, у нас приходят иногда выпить. Ну, больше. У нас больше пьют, чем кушают. То есть культуры у нас пока нет. Есть. Питание. Нет. Прогресс за последние пять лет, он очень колоссальный. За последние пять лет мы не просто выросли. Астана, если говорить про Астану, вот если говорить про еду, мы прям, ну, очень большой рывок здесь. В Астане не так красиво делают еду. Значит, вы ходите не в теме. Для меня очень важно, как выглядит, даже не как она... Приготовлена на вкус. Как она приготовлена на вкус. Как ее подойдет. Да, меня возбуждает внешний вид. Ни в одном ресторане Астаны меня не возбудил внешний вид, скажем, спагетти, обычной пасты. Тогда вам нужно прийти к нам в гости. Она некрасивая. Где в Казахстане обучают повару? Мы ищем самородков. Ну что, они на дому обучаются, что ли? Есть какой-то институт, я не знаю, училище или как называется, колледж? Я фотограф по образованию. А, то есть вы не знаете, что закончил ваш шеф-порт? Нет, нет, я не про это вам говорю. Я занимаюсь ресторанным бизнесом, и, слава богу, у меня это получается. Я тоже не учился нигде. Один из наших поваров, Динара с ним знакома, мы делаем рубрику для нашей газеты, и я не знаю, я могу сказать, что мы можем с этим поваром, в принципе, много куда поехать. Ну он реально самородок, как его зовут? Артём Марченко. Это человек, который просто изучает с утра до вечера кухню, и он даже говорит о том, что он едет из ресторана домой, думает о том, что он будет готовить, приезжает домой, сидит за компьютером, думает о том, что будет готовить завтра. Но он действительно готовит очень вкусно. Но это один шеф-повар из десяти твоих ресторанов, да? У нас есть китайский ресторан, там у нас повара из Сингапура, это всё-таки специфическая кухня, там кантонская кухня, или кантонская, не скажу, кантонская. Два повара, мистер Чао и мистер Ли, это китайские повара, потому что там специфическая китайская кухня. Если говорить об итальянце, он у нас из Неаполя, а Сальваторе... Гурген, скажи, они дорогие, вот приглашённые шеф-повары? Нет. То есть они стоят так же, как Артём Марченко? Ну, она тысячу долларов дороже. То есть для того, чтобы сделать какую-то другую кухню, сделать различие между ресторанами, заплатить на тысячу долларов больше, допустим, на 180 тысяч тенге больше иностранному повару. Конечно, есть ещё, если мы говорим только о зарплате, есть ещё расходы на транспорт, на перелёты, на документы, на проживание, это всё ложится тоже на само заведение. Ну, народ идёт, да, вот больше на иностранцев? Или же на нашим всё равно? Нет. Главное, чтобы было вкусно, как вы сказали, красиво, на сегодняшний день уже на это люди смотрят. Это посуда, это подачи, ну и, соответственно, обязательно вкусовые качества. Но это очень узкая аудитория, которая смотрит на эти вещи, на самом деле. Ты же говоришь о том, что люди в основном ходят, наш народ ходит в основном в ресторанах для чего? Чтобы выпить, покурить кальян. Но вот мы стараемся, чтобы народ ходил именно кушать и еду смотреть. Это вот отличие между алматинцами и астанчанами. Что алматинцы смотрят на еду. Там в Алмате, ты всегда говоришь про Алмату, многие, вы же смотрите на еду, вы сейчас не зря это сказали. А у нас в Астане, ну, не все, конечно. Это проблема. Скажи мне, Гурген, кто твои партнёры? У тебя ты, на сегодняшний день ты управляешь 10 ресторанами. Я так понимаю, что ты в доле, да, в каждом из ресторанов. Кто твои партнёры? Я слышала, что это высокопоставленные чиновники. Ну, вы знаете, слухов много ходит. Если говорить про Инстаграм, я недавно прочитал одну очень интересную заметку. Мне написали, что все эти рестораны, у них один владелец, и что они этого владельца знают. Мне так было интересно и смешно. Я не буду раскрывать всех, конечно, секретов. У нас несколько партнёров в сети. Это разные люди, это и бизнесмены, это чиновников среди них нет. Это люди, которые делают бизнес строительный, я не знаю, там, нефтяной. То есть, я не буду назвать их имён, соответственно, понимаете. Они открывают ресторан для себя, для своих друзей, для своей семьи, или же они рассматривают это как бизнес? Или для своих жён? Ну, я вам скажу, ну, правильнее будет сказать так, как на самом есть. Когда мы встречаемся и ведём переговоры о ресторане, о новом или с новым партнёром, я чётко ставлю перед собой задачу и вопрос таким образом. Для чего вам этот ресторан? То есть, я задаю этот вопрос. Потому что мне это важно знать. И во всех случаях, в большинстве своём, мы приходим к тому, что человек хочет этот ресторан для того, чтобы гости, даже если он делает для себя люди, которые приезжали к нему из других стран, видели, что у нас в Астане есть достойный ответ их европейским, американским, китайским, японским ресторанам. Поэтому это в большей степени делается… Вопрос амбиций? Нет. Нет. Вот у тех партнёров, с которыми я работаю, нет амбиций. Ни один из этих партнёров не открыл и ни один из этих ресторанов для своей супруги. Такого нету. Это я могу с полной уверенностью хоть на детектора я уже сказать. А насколько это выгодный бизнес? Ну, он неубыточный, можно сказать так. Неубыточный. То есть вот если я завтра открою ресторан и поставлю хорошего шеф-повара, найду с оборотка, да, скажем, перемоню Артёма Марчика к себе. Допустим. Да, сколько в месяц примерно я буду зарабатывать? Налоговое, уши закройте. Потому что я знаю, что рестораны, вообще, конечно, это очень большой выхлоп от них. Во-первых, вы будете зарабатывать. Если мы говорим о заработке, я бы, если возможно, хотел бы не озвучивать эти цифры. Я могу сказать от и до. Ну, от и до. В зависимости от ресторана. Ну, это может быть... Скажем, это будет пиццерия, да, допустим. Пиццерия в торговом центре. Вот сколько пиццерия в торговом центре может приносить? Какую прибыль? Я, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос, потому что не владею информацией по пиццериям на территории торгового центра. А если говорить о ресторанах, будем, наверное, такую расплывчатую цифру давать. Это от 40 тысяч долларов до 150-200 тысяч долларов. В месяц? В месяц, да. Слушайте, а почему мы до сих пор не открыли ресторан? Ну, я вам скажу, что рестораны, которые зарабатывают до 100 тысяч долларов, наверное, долларов, 200, наверное, вряд ли, чистой прибыли, мы говорим. Их не так много в городе. Их, правда, не так много, и их несколько штук. А что нужно сделать, чтобы это было? Это может быть, я извиняюсь, я перебил, это может быть рестораны, которые только-только открылись в стадии открытия. Но ни в коем случае не рестораны, которые долго работают. Гурген, ну ты наверняка знаешь ответ. Что нужно сделать, чтобы ресторан приносил 100 тысяч долларов в месяц? Ну, если говорить про Астану, нужно сначала хотя бы 1100 человек еще в Астану на то количество ресторанов, которое есть. И не просто людей, которые приедут из каких-то частей Казахстана, переедут жить в Астану. Нужны именно платежеспособные люди, такие, как вы, такие, как я, такие, как вы. К сожалению, у нас таких мало, если говорить про тот сектор, который я говорю. А вообще, если оттолкнуться просто от заработка, то нужно просто много работать. И все. Скажите, а у вас есть клиенты, которые едят бесплатно? Нет. Именно в твоих ресторанах? Нет. Есть клиенты, которым я делаю комплименты лично или делаю комплименты ресторан. Но мы это делаем просто из уважения гостю. Можем подарить какое-то блюдо, какой-то счет небольшой. А так у нас нет. Мы такое не практикуем. Я просто слышала, что такое бывает. Что нас кушают бесплатно? Ну, что приходят некоторые чиновники и позволяют себе есть бесплатно? Нет. Сто процентов нет. Ну, значит, сплетни. Сплетен очень много. Если судить про сплетен, то я мужчина нетрадиционной ориентации, если говорить про сплетни. Нет, то есть такие наглые есть у нас, допустим? За мои 10 лет карьеры в Казахстане я не встречал. А в долг кушают у тебя? В долг кушают. Это, по-моему, во всей, я не знаю, во всей Астане кушают долг. Но есть у которых либо не хватило за счет сплотить, и мы их знаем, либо это гости, которых на самом деле мы знаем, которые ходят к нам постоянно. Мы позволяем им посидеть, то есть, может быть, не хватило. Обычно всегда не хватает суммы такого, чтобы человек пришел и без денег ушел. Либо, если такое бывает, то это заранее договоренность о каком-то мероприятии, что оплата будет, допустим, на следующий день в течение недели. Ну, не приходится потом выбивать все долги с этих людей? Выбиваем. Приходится иногда. Иногда приходится. Ну, здесь, видите, здесь, наверное, каждый из нас где-то что-то... Не обязательно в ресторане, если, наверное, вы по себе... Я по себе знаю, что я могу взять какую-то там кофту в каком-нибудь магазине, заскочить. Просто мне нужно было по дороге ехать, и нужно было заехать. Зашел, не было денег с собой, допустим, определенной суммы. Мне ее отдали, потому что меня знают. Я сказал, что привез завтра деньги, но в итоге привез их там через неделю. Не потому что у меня их не было, а потому что, правда, было очень много дел, и мы мотаемся. Мы на это всегда тоже смотрим. Гурген, у тебя просто хорошая репутация в этом городе. Наверное, да, скорее всего. Но мы позволяем гостям сидеть в долг, тех, которых знаем. Гурген, я наблюдаю за вашим инстаграмом иногда, и очень часто нападаю на фотографии, где вы рядом с девушками. Они практически всегда европейской внешности и очень красивые, и у них нет имен. Кто эти девушки? Если говорить, мне задавали такой вопрос люди уже при встречах, мне всегда интересовало всех это. Мой инстаграм, если не считать тех звезд, которые там есть известные, то есть если мы их откинем, там их не так много, это, как я уже говорил, я фотограф. Мне нравится просто на самом деле очень фотография сама по себе. И я люблю красивые типажи, это, по крайней мере, то, что мне нравится. Это мои друзья, ни в коем случае не девушки, с которыми я сплю, их там нет. Это просто мои хорошие знакомые, которые мне... А почему они без имен? Пишут вас с моей знакомой Ириной. А вы знаете, я отмечаю на некоторых... на большинстве фотографий я делаю, как правильно это слово, когда отмечают в инстаграм, кто это. То есть ты указываешь, кто это? Да, я указываю обязательно, кто это, ну, в большинстве случаев. А выглядит это так, как будто ты, так скажем, презентуешь девушку для кого-то. Презентовал я девушек в 2008 году, если вы про это. Ну, это были тоже интересные времена. Я помню эту историю, да, 2008 год, это был год кризиса. Как раз кризис был, да. Да, и мы все прекрасно, вот останчане знают эту историю, когда Гурген... Может быть, лучше я расскажу, чтобы это было как-то... Нет, давай я скажу, как со стороны это выглядело, да. Со стороны это выглядело очень... Вот на дворе кризис, в ресторанах, естественно, пусто. Что делает Гурген? Гурген, креативный парень, привозит из Киева. Приглашает. Привозит. Приглашает. Из Киева армию красивых длинноногих девушек, которые заполняют его ресторан. И, естественно, мужчины... В качестве гостей. В качестве гостей, да. А мужчины в Астане, у нас слухи очень быстро распространяются по городу. Естественно, не смотря на кризис, бегут ужинать в ресторан. И это сработало. Это на 150, на 200 процентов. Это если возвращаться к тому, что сделать, чтобы ресторан зарабатывал деньги. Нужно не... Ты готов на все? Да. Да. Почему бы нет? Ну, на все нет, конечно. В любом случае, все должно быть в меру, все должно быть в рамках закона. Ты готов на все. Я не поняла, кто эти девушки. Я тоже не поняла. Или, возможно, сейчас телезрители не поймут, кто эти девушки. Кто эти красивые девушки из Киева? По профессии. Это красивые девушки из Киева. По профессии кто они? А, модели. Ну, будем говорить. Вот, модели просто приехали в Астану. Это... Для того, чтобы... Здесь... Зазывать... Клиентуру. Нужно было как-то украсить ресторан. Сделать какой-то магнит. Делать концерты каждые выходные, это очень дорого. Нет, у нас тоже есть красивые модели. Зачем привозить их с Киева? Наши красивые модели, к сожалению, отказывались сидеть в ресторанах. Гурген, я вспомнила сейчас, когда ты мне однажды ответил, почему ты пригласил. Ты сказал, что наши модели не умеют вести светские беседы. Это одна из причин. По крайней мере, на тот период, который был. Мы говорим про Астану. А ты думаешь, что наши модели не умеют вести светские беседы? Ну, потому что я общаюсь с многими моделями. И тогда это было, к сожалению, немножко сложно. Я объясню, почему. А давайте сейчас поговорим, что для вас в вашем представлении светская беседа. Нет. Нет. Мы привезли взрослых моделей. Это девушки, которым было 25 лет, 27 лет. Ну, окей. Они что, интеллектуалки, что ли? Вопросы ядерной фишки? Нет, я вам просто отвечу по-другому. Когда мы просим модельное агентство предоставить нам девушек для заполнения ресторана, чтобы украсить какое-то определенное мероприятие, к сожалению, девушки очень сильно боятся, что их увидят их друзья, родители или, может быть, парень, сидячий за столом и разговаривающий с каким-то мужчиной. Они поэтому очень сильно, не то, что очень сильно, они всегда отказываются. И найти тех, которые бы согласились это сделать, очень сложно. Курген, а это было дорого привезти девушек из Киева, чтобы они украсили твой ресторан? Вы знаете, мы оплатили им только перелет и дали проживание. А стимул для них какой был? То есть они приехали бесплатно, но они кушали хотя бы бесплатно? Нет, у них была себестоимость. Но вы знаете, вот если мы сегодня... Ужасно! То есть они приезжают из Киева, им оплачивают перелет, им оплачивают проживание. Я вам приведу пример, я приведу другой пример. Для того, чтобы разбавить публику, я прибегал к таким вещам, как... Вот аудитория одна и та же, мы о ней говорили, правильно? Она, это одни и те же люди в Астане, к сожалению, тусовка, это тусовка, и те, кто ходит в рестораны, это около 4 тысяч человек, не больше. Четыре, может быть, тире пять, я даже, наверное, ошибаюсь, все-таки четыре. И для того, чтобы разбавить, человеку всегда интересно что-то новое. А когда он приходит в заведение и видит одно и то же, ему одни те же лица, одну и ту же, то есть азиатскую внешность, ему становится не всегда весело. То есть он хочет всегда чего-то нового. Это стереотипное рассущество человеческого. И о женщинах тоже. Я вам объясню, что я сделал. Мужчин-то не привозили? Я вам объясню, что я сделал, вот по поводу привозил мужчин или женщин. Мы нанимали автобус и привозили всех желающих потусоваться на вечер из Караганды. Это совершенно секретная информация, я впервые говорю. Вообще где-либо это... Бурьян, а где этому учат вообще? Этому нигде не учат. Мы нанимали автобус, который обходился нам совершенно недорого. Все желающие, кто хотел, то есть мы, по-любому это тусовка, они могли сесть в автобус. Это комфортабельный мерседес был. А фейс-контроль никак не учат? Мы занимались этим, мы попросили там тусовку, ту, которая там, и нам, в принципе... То есть тех 4 тысяч, 2 тысяч, которые могут... В Караганде, кстати, человек 500, наверное. А, ну это тот контингент, который ходит в Караганде, вы их собрали? Да, 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 это было человек где-то 50, не больше. Они приехали, и поверьте мне, это было очень весело. Утром они сели на этот же автобус и уехали назад. Мы оплатили переезд, дорогу полностью туда-сюда, и дали определенную скидку для этих гостей, чтобы у них было желание сюда приехать. Ну вот такие, вашим... Я как тусовщик, если бы я был, я бы с удовольствием поехал. Почему? Потому что в свое время я убегал, я живу в Туапсе, у меня родители живут там, сейчас они переехали в Новороссийск. И я помню, как я убегал из дома, ни мало, ни много, это не Караганда, это Ростов-на-Дону. Мы на выходные говорили, что мы едем с друзьями, допустим, куда-то там тусоваться на 3 дня, и покупали билет, садились в поезд, уезжали в Ростов-на-Дону, тусовались в Ростове, и в воскресенье возвращались. То есть, поэтому я, наверное, вот этому я там научился. Вы представьте, вот если говорить о нас, Украина, вы заходите в какое-нибудь модное заведение, а там, я не говорю о казахстанах, а вообще, там каких-нибудь 20 просто восточных красавиц, неимоверной красоты. Но я думаю, что это сыграет свое мнение. Во-первых, об этом ресторане будут говорить как минимум месяц. Да, кстати, в Киеве очень сильно реагируют на восточную красоту, я по себе знаю. На восточную красоту реагируют везде. В Киеве особенно. Это одна из причин, за которых я остался в Казахстане. Я очень восхищаюсь азиатской красотой, мне очень нравятся азиатские. Ты восхищаешься азиатской красотой, но ты до сих пор не женат. У меня было три девушки, они все были казашками. Они были казашки, да, и я думаю, что моя вторая половина будет, надеюсь, тоже казашкой. А чем так привлекают казашки? Я не знаю, мне просто нравится. Ну, чем-то нравится, наверное. Есть какие-то определенные качества, которые тебе нравятся именно в казашках? Что? Не знаю, не могу сказать. Вкуснее готовят, более покладистые, более покорные, более сексуальные. Что привлекает? Не знаю, может, азиатские черты мельца. Может, менталитет другой? Да нет, нет. Я не могу сказать, честно. Ответа нет, нравится и все. Нет ответа, да, нравится и все. А вот ребенок, который родится, вы как будете его воспитывать? Как казаха, как армянина? Мы будем воспитывать его, как родители нормальные. Когда он вырастет, если говорить про веру, которая у него будет, я думаю, что он сам выберет, я не против. А вы не будете настаивать? Нет, конечно. Это желание. У меня есть друзья, которые живут. Мама мусульманка, папа христианин. Это роль не играет. Он веру выбрал сам. Но вы в любом случае свое будущее видите только в Астане, только в Казахстане. Ваша жена казашка, ваши дети учатся здесь. Вы знаете, на сегодняшний день, если так скажу, я боюсь сглазить. Почему? Потому что в свое время, когда я приехал в Москву, из того, что в свои 5 лет жил там, я когда вышел на Красную площадь, я так посмотрел, сказал, я из этого города только уеду в Америку. Сейчас я живу в Казахстане, я чувствую себя великолепно. Надеюсь, что я тут проживу долгую жизнь, мирную. А вы друзьями обзавели здесь? Вы приехали сюда один. Сколько лет вам было 10 лет назад, когда вы приехали? Один? 20, господи, мне сейчас 36. Сколько было? 26. Ну, 26 лет, это когда уже есть какие-то друзья, очень крепкие. У меня были друзья, они у меня есть в Москве, это 3 человека. А один друг у меня есть там, где живут мои родители. Это вот 4-4. Нет, но друзья на расстоянии, это все-таки не те, с кем можно покурить кальян, поесть красивую пасту. Не курю кальян. Но суть не в этом. Вы знаете, вот как раз таки друзья, это и есть. Это люди, которые даже независимо от того, если ты с ними не видишься год, они в любую трудную минуту тебе помогут. В Астане у меня есть 4-5, в Казахстане у меня 4-5 человек, это люди, которых я могу назвать друзьями. С партнерами ты не дружишь. То есть дружба-дружба. Я дружу, но это немножко другое. Нельзя бизнес мешать с дружбой, это очень важно, для меня, по крайней мере. Курген, скажи, пожалуйста, вот ты работаешь над контентом своих ресторанов. Ты придумываешь разные какие-то хитрые уловки, как заманить людей к себе. Но ведь не всегда все так гладко, да? За 10 лет наверняка были и ошибки. Конечно, были ошибки. Промахи. У нас были промахи, причем промахи они привели к закрытиям некоторых заведений. У нас было два проекта. В торговом центре мы, к нашему сожалению, эти оба проекта закрыли, потому что не угадали, наверное, все-таки контент по формату. Изначально, когда центр строился, ту информацию, которую нам дали арендодатели, правильно, мы настаивались под нее. Но на самом деле получилось совсем другое. И тот формат, который мы сделали в заведении, в центре, он никому не нужен был, к сожалению. То есть промах был. Деньги были вложены? Деньги были вложены, и мы прогорели на этом бизнесе. То есть это был единственный промах за все 10 лет? Нет, почему? У нас в 2005 году я, когда приехал из Москвы, у меня были какие-то полетные эмоции, желания. И мы в 2005 году открывали на то время проект, назывался «Веранда». Я не ожидал, что в Астане будет летом 10 градусов тепла, можно сказать так. То есть это был… Эти все промахи, они не связаны с тем, что мы не справились. Они связаны с какими-то определенными вещами, которые я тогда не знал на тот период времени. То есть это была летняя площадка, называлась «Веранда», вместимостью по 2000 человек, по-моему. Этот проект, он опередил свое время. Мы проработали месяц. 10 градусов тепла. Я такого не видел никогда. Это, опять же, было первое лето, которое я видел в Астане. А почему только в Астане рестораны? Почему не в Караганде, не в Алматы, не в Чемкенте? Почему Гурген только в Астане открывает рестораны? Потому что я не уверен, что если я начну открывать бизнес в другом городе, найдется человек здесь, который прикроет мой тыл. Как только я буду уверен, что этот человек у меня есть, я обязательно выйду на другой рынок. То есть за 10 лет у тебя не появилось такого человека, ученика? У меня есть ученики, которые выполняют очень много всего. Но я пока не уверен в том, что они сделают все настолько хорошо, как нужно мне. Я привык делать все сам, и это моя, наверное, может быть проблема. Тебя очень часто обвиняют в том, что ты просто едешь в Москву и просто копируешь рестораны. То есть есть веранда в Москве, ты привозишь, открываешь ресторан, называешь его верандой и делаешь такую же концепцию. Есть правда с точки зрения названия, но из всех ресторанов, которые есть у нас, в Москве было взято всего два. Эти два проекта были взяты с точки зрения названия, мы их взяли в Москве. Все остальное вообще ни в коем случае. То есть это не франшиза, это просто вот вы увидели, понравилось и сделали то же самое. Гурген, а вот среди ваших 10 ресторанов есть национальные рестораны? Да, у нас на самом деле сейчас на сегодняшний день 10. А вот башбешпармак, хурдак. Это восточный бар, там у нас узбекский. Я сейчас говорю о казахской кухне. У нас присутствуют казахские блюда, но направление... Нет, у вас есть китайский ресторан, у вас есть итальянский ресторан. Почему у вас нет казахского ресторана? В столице Казахстана. А можно не для камер, просто лично для вас? Нет, для камеры. Нет, не скажу. Это лично мой вопрос. Не скажу. А сколько нужно денег, чтобы открыть в Астане красивый казахский ресторан? Очень модный и гламурный. На какую площадь смотрю? Ну, 300 квадратов. 400-500 должно быть. Окей, 400 квадратов, казахский, национальный. Ну, 1800. 800 тысяч долларов, да. Ну, так, для интереса, сколько это вы стоите? Ну, это будет шик. Класса А. Это будет хороший ресторан, да. Я, опять же, я скажу, почему я назвал такую цифру. Многие могут подумать, что там в казахском ресторане может быть. Потому что много изделий будет, которые будут делаться на заказ, почти все. Это же орнаменты. Нужно именно играть на орнаментах. Ну, видишь, это подход Гургена. То есть он к своим заведениям подходит, начинает с деталей, да. Но ведь у нас многие открывают рестораны, потому что купил недвижимость, есть свободная площадь, 400 квадратов. Что будем делать? На семейном совете. Давайте откроем ресторан. Давайте. Давайте вот в Москве, помните, нам понравился ресторан? Месяц по четыре просьбы. То есть открывается новый ресторан? Это тебя просят, да? Месяц по четыре просьбы. Я думаю, что даже готова тебе 50% долю отдать. Мне предлагают вообще все. Я отказываюсь от всего, потому что у нас рынок начинает быть перенасыщенным. Но людей это не останавливает. Людей, я вот не могу понять, почему это их не останавливает. Потому что когда они меня спрашивают, я им, если это все-таки мне, люди, которых я знаю, и они садятся со мной и просят это во время разговора, а не во время телефона, я всегда пытаюсь объяснить причины, по которым это может не сработать. И что риски намного больше, что можно прогореть, нежели выиграть. То есть риски есть всегда. Сейчас он намного больше, потому что очень много нюансов. И люди все равно это делают. Они все равно это делают. Потом они мне звонят и говорят, слушайте, мы открылись. Народ не идет. Да, вы могли бы, мы вам готовы заплатить, вы можете нас в управление. А может быть, это казахский понт? Вы понимаете вообще смысл этого слова? Конечно, я понимаю смысл. Друзья, 10 лет тут живу. Вот я владелец ресторана. Неважно, приносит он мне доход или нет. У меня есть деньги, у меня есть ресторан. У меня есть гости, которые приезжают ко мне с Китая, с Франции, и я приглашаю их туда. Нет. Нет. Когда люди ходят в рестораны, они видят количество людей. Никто никогда не смотрит на стол, что на этом столе стоит. Все смотрят, сколько там голов. То есть для людей важна публика, да? Конечно. С кем они сидят? Они, это первое. Второе. В общем понимании людей, а вот я там был, там столько людей всегда, можно обалдеть. Я говорю, а всегда это когда? Да мы вот были прошлые выходные. Я говорю, а там в будни куда-нибудь был? Он говорит, в будни. Нет, в будни не был. Я говорю, а как ты можешь сидеть по ресторану по выходным? Это же не экономика. Ты видишь только выходные. Тех денег, которые ресторан может зарабатывать за два дня, их может разделить на всю неделю, их может не хватить вообще даже на зарплату. Это роли не играет. Поэтому лучше, чтобы в ресторане... А как заманить людей в ресторан в понедельник или в среду? Мы ведь на работе все. Я тоже не хожу в ресторан. Это сложно. С понедельника по пятницу. Это сложно. Несмотря на то, что вступил в запрет, во многих ресторанах продолжают курить и кальян, и сигареты. Почему? Это только контроль. Вы знаете, я вообще не курю сам. А кто несет ответственность? Человек, который курит или же ресторан? Несет ресторан. Это, конечно, ужасная вещь, что я скажу, но если бы завтра сделали бы штрафы не 30 тысяч тенге для ресторана, а сделали бы штраф 5 тысяч долларов, к примеру, или 500 тысяч тенге, если у тебя курят кальяны, то, поверьте мне, многие бы рестораны просто от этого отказались сами после пары рейдов. Но у нас этого никто не делает. Если действительно этот закон будет работать на 100%, я сейчас говорю о курильщиках сигарет и кальянов, то рестораны вообще перестанут зарабатывать. Я думаю, что все рестораны это понимают. Смотрите, нет. И когда принимался этот закон, я думаю, что... Нет, я с вами не соглашусь. Объясню почему. Если бы рестораны все перестали курить кальяны, мы не говорим про сигареты, потому что для сигарет есть курильные комнаты. Они у нас присутствуют, не во всех ресторанах, но мы выделяем зоны, и у нас, в принципе, курят либо в зонах, либо в определенных курильных комнатах. А кальян, он как таковой, как сказать, если бы его запретили все, ничего бы не было. Все бы работали, люди бы ходили кушать, ничего бы не было. Люди говорят вот так, вы куда? Мы идем кальян покурить. Они не говорят, мы идем есть. Они говорят, мы идем покурить кальян. Они говорят, это 9 из 10 говорят. Я знаю. Но если запретят курить кальяны, и если мы все рестораторы дружно эти кальяны уберем в один день, то ничего не изменится, поверьте мне. А почему вы не уберете тогда? Наша сеть убирала кальяны, по-моему, в прошлом году, позапрошлом году, ровно на два дня. Это сделали мы, и это сделали еще у меня есть друзья, у которых есть уже пару ресторанов. Мы вот решили попробовать, что получится, то есть прислушаться к закону. И опять же, мы это сделали для того, чтобы если завтра к нам придут с проверками, мы могли как-то обосновать наше курение. Мы убрали на уикенд. У нас не было в пятницу, и не было в субботу, и не было в воскресенье. И что произошло? Мы были пустые. Приезжали люди, прям при нас звонили в другие заведения, узнавали, курят или нет, и уезжали. То есть это не прибыль? Мы потеряли прибыль три дня. Это факт. Мы даже в этот же день поехали по другим ресторанам на разведку, сфотографировались у нас сотовые телефоны, взяли чеки, заказали кальяны, чтобы иметь информацию о том, что вот мы не курили, а не курили. Что на самом деле привело к тому, что людей нет. Все, и потом в понедельник опять начали курить. То есть получается, можно каждый раз, в принципе, даже ежедневно платить штраф по 30 тысяч тенге и продолжать курить кальян. Именно так многие делают. Но сейчас даже проверок нет. Сейчас сняли, но у нас же было, по-моему, запрет. Да, у нас был мораторий, но мораторий снят. Мораторий сняли, да, но поверьте мне, этот мораторий, то, что сняли, это решится только если акиматы городов будут собирать рестораторов всех и вести с ним серьезные беседы. Причем это должно происходить не на уровне менеджмента, это должно происходить на уровне людей, которые решают эти вопросы, а не к менеджеру, который пришел, которому сказали, вот нельзя, провели лекцию, а он пришел, сказал об этом своему руководителю, тот сказал, все нормально, курите, я разберусь. Гурген, спасибо большое. У нас с Гургеном это не первое, я думаю, не последнее интервью. И каждый раз я получаю какую-то очень важную, интересную информацию. Мне всегда хочется приглашать в нашу студию людей, которые действительно делятся знаниями и опытом. Но пока ресторан у тебя нет желания открыть. Пока нет. Просто у меня пока нет 800 тысяч долларов, тогда придется все продать и построить ресторан. Но если Гурген будет моим партнером, я, конечно, все продам. Гурген, спасибо тебе большое, желаем тебе удачи в твоем бизнесе. Ну а мы прощаемся с нашими телезрителями. Я напоминаю, что официальным партнером нашей программы является салон мебели Люсо. Встретимся с вами, как обычно, по привычке, ровно через неделю. Не скучайте, всего доброго. Компания Люсо – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, скопеллини, тосканово, сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. Люсо – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова